А на балконе в щель можно просунуть руку. В таком виде дольщикам Демидов парка показывают их квартиры. И по словам людей, тут же предлагают подписать акт приема передачи. Нужно составить акт, передать его застройщику, что мы видим эти недочеты, давайте разберемся. Но почему-то юрист отказался его подписывать, то есть сказал ей даже подписываться, ставить не буду, просто его возьму. Поэтому мы это так будем отправлять почтой, заказным письмом, чтобы хоть как-то это было зафиксировано. Александр подчеркнул, замечаний к строителям у них сейчас меньше всего, дом стоит. Вопросы к делопроизводству. Апофеозом стала новость об управляющей компании «Успех», которую, по словам жителей, они не выбирали. Таково мнение, как минимум 300 дольщиков, почти половины дома. Мы знаем, что некоторым дольщикам, которые осматривали квартиры, предлагался бюллетень. Но бюллетень для, как, по голосованию за управляющую компанию. Но в данном бюллетене не стояла дата. И причем это подтвердило более 20 человек. Вот в нашей группе сказали, да, действительно, мы подписали, но почему-то на бюллетене не было даты. Мы требуем признать протокол голосования за управляющую компанию «Успех» недействительным. Что еще приняли, неизвестно. На сайте Краевой госинспекции ЖКХ лишь дата собрания и номер протокола. Самого протокола нет. Договора управляющей компании тоже нет, лишь белый лист. Людей возмущает, что за их спиной кто-то привел на дом УК со штатом в три человека, без технической базы, да еще и от застройщика. Почему жильцы против управляющей компании от застройщика? Потому что они боятся повторить судьбу другого дома, где управляющая компания тоже от застройщика. Того самого, что строил Демидов парк. В ЖК «Облака» он создал управляющую компанию «Партнер Гарант». И люди хотят сменить ее из-за, по их мнению, слишком дорогого комфорта. Поясним. В разных источниках в застройщиках Демидов парка числится аспект и группа компаний «Партнер». А перед этим «Партнер» построил этот дом по улице Октябрьская, 25А. По словам жителей, в какой-то момент они узнали, что пять человек единогласно создали ТСЖ, следом УК с одним и тем же директором. Спустя время люди стали замечать завышенные, по их мнению, платежи. Процентов 30-50 мы переплачиваем за отопление и за стоимость подогрева горячей воды. Через пару недель дольщикам Демидов парка по запросу должны предоставить протокол собрания. После этого жильцы решат, как быть дальше. А между тем, 29 мая должен состояться суд о передаче в собственность дольщикам квартир Демидов парка. Вот тогда вопрос управляющей организации станет актуальным для всех. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.